В последний момент, как всегда, решилась судьба очередного тура аргентинского. Ну, там немножко другая история, там проблемы с выплатами зарплаты. А у нас, тем временем, моменты здесь. Нужно забивать мяч, влетает в ворота. Что показывает судья? Он гол отменяет. Но, конечно, эпизод, который нужно было... Ошибается, как Хавьер Маскирано. Но тут же великолепен не кто-нибудь, а Месси в отборе. И дальше блистательный пас. Куда пошел Клаудио Браво? Он пошел спасать команду. И Анхелю Ди Марии. Энтербилья. Атаминди пошел вперед. Агуэро. Передача направо. Маскирано. Заброс. Это пенальти. Это пенальти Анхель Ди Мария. Показывает, что здесь не о чем даже разговаривать. Фуэн Солида получает еще и желтую карточку. Вот так вот к исходу 15-й минуты чилийцы два раза уже присели на желтые карточки и получают пенальти в свои ворота. Но судья-то был на несколько тысяч километров ближе к эпизоду, чем мы с вами. Поэтому давайте мы его пока судить строго не будем, а возьмем паузу и дождемся повтора. Фуэн Солида. Лео Месси отправляется бить пенальти. Лео Месси и Клаудио Браво. Где-то это уже было. Удар и мяч в сетке 1-0 в пользу сборной Аргентины. Месси пробил без вариантов для Клаудио Браво. Вратарь в одном углу, мяч в другом. Вот так вот сборная Аргентины, по сути дела, не создав ни одного момента, все-таки выходит в этом матче вперед. И гол получается, ну, не то чтобы очень быстрый, но, по крайней мере, он забивается в первой трети первого тайма. Ну, и вот без малого 60 тысяч зрителей на стадионе триумфирует вместе с Лео Месси. Итак, 1-0 в пользу бразильской, аргентинской, конечно, сборной. Кому матчу этой команды очень пристально относиться. Еще один удар. Ух ты! Это Серхио Агуэра. Вот она, кстати, та самая группа атакующих игроков. Месси отбирает мяч в центральном круге. Месси отдает длиннющую передачу на Димарию. Димарию. Того сбивают. Сейчас Месси входит в штрафную и оставляет мяч для... ...шимой задачей для чилийца. Ведь Игуаин выиграл верховую борьбу. И дальше рикошетом от Бассежура на Николаса Атаменди, которому нужно было просто попасть в ворота. А он пробел выше. До сих пор убивается Николас, не использовав этот ход удела. Заменил Эдгарда Бауса. С переменным успехом. А вот сейчас отправляется Рохо в атаку по флангу. Месси, если бы вложил сейчас Рохо Месси в мяч в ногу, то был бы, конечно, гол. Чилийцев, посмотрим, насколько это... ...снова. Уже однажды пытался Алексис Санчес пробить. Пытался он перехитрить стенку и пробил низом. И снова Алексиса нам демонстрирует, как главный удар Брюс. Ну, там, конечно, очень серьезно относится Ромеро к выстраиванию стенки. И Алексис Санчес удар поворотом Перекладина. Вот это уже было классно. И здесь просто не повезло чилийцам. Но атака продолжается. Мяч выходит из штрафной, но тут же возвращается удар поворотом Ромеро. Ох, вот сейчас был огонь. Вот сейчас было круто. И удар Алексиса в Перекладину великолепный. Абсолютно, конечно, здесь Серкев Ромеро просто смотрел вместе с нами за этим ударом. Потому что сделать здесь было ничего нельзя. И дальше атака получила продолжение. Вот передача от Алексиса Санчеса. Возвращается мяч штрафной. Удар. И под рукой где-то у Ромеро прокатывается мяч. Но попадает ему в ногу. И в итоге Аменди, почему он не играл по этому мячу? И из-за спины у него выскочил Кастильо и пробил поворотом. Второй момент сегодняшней встречи происходит вот именно с фланга Басюжура. Откуда он отдает передачу, несмотря на всю свою громоздкость. Когда он... А, здесь Аменди просто мяча не дотягивался после рикошета от Ронкалья. Наверное, так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok